Здравствуйте! Здравствуйте! С вами Снежана. Давайте с вами посмотрим общий расклад девочки, что даст новое знакомство. Это общий расклад. За личным, пожалуйста, пишите мне в WhatsApp. Есть расклады по акциям. Что было, есть, будет. Полторы тысячи. Мысли, чувства, действия. Полторы тысячи. Также акции на большой расклад и плюсом диагностика негатива на воске. Либо диагностика, к примеру, здоровья, одиночества и так далее. Диагностика на одного человека. Да, всё вместе четыре тысячи. Приходите, спрашивайте. Звонить не надо. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp. Всех жду. Итак, давайте посмотрим, что же за кадр. Что за кадр? С кем вы познакомились? Что за мужчина? Вы знаете, человек состоятельный, возможно, по десятке пентаклей. Либо всё-таки имеет семью. Может быть, семейный человек. Но почему-то семья не по духовности, а по ценности. Может, взаимовыгодная какая-то. Либо человек, может быть, рабочее знакомство ещё может быть. Девочки, рабочее знакомство. Но мужчина, ощущающий в себе ценность. Вальяжный показывает, что, знаете, многое имеет. Денежный такой. Я всё могу себе позволить. Кто же вы? Королева чаш. К вам относятся именно как к королеве чаш. То есть вас хочется любить. Ухаживать. Петь вам дифирамбы. Самое главное – это подарить вам теплоту, заботу, секс, все дела. То есть вот это прямо у человека. Но, в принципе, мужчина пока что, да, по картам показывает, что он может позволить себе дарить подарки. То есть он может так вам показать, что я могу. У меня для этого есть средства. Давайте посмотрим, что хочет. Что же хочет от вас мужчина? Колесо фортуны. Ну, здесь хочет мужчина с вами побыть какое-то время. То есть его судьба, высшие силы, вселенная именно привела к вам. Привела к вам, может быть, потому что вы хотите любви. Вы хотите каких-то путешествий, происшествий. Хотите, чтобы в вашей жизни какое-то действие началось. Вот мужчина к вам и пришел, девочки. Колесо фортуны. Прикатился. Его к вам высшие силы, да, щелбаном подоткнули. Семерка мечей, девочки. Все-таки это лис. Карты лисы. Хитрости. Хочет добиться своего любыми путями. Он хочет вас. Вас добиться любым путем. Вот все, что угодно будет делать, лишь бы добиться того, что хочет от вас. Похитрости, девчонки. Уловки, обманы, недоговоры, приукрашивания. Ну вот, но опять, девочки, смотрим, что карты лисы – это креативный человек. Тот человек, у которого сознание работает, ну, даже вот вы не смогли бы придумать, он придумает, как что сделать. Обычно креативный творческий человек, ну, лиса, ну, что скажешь еще больше, да, придумает такое, да, выбрится из любого положения, вот, но сделает то, что ему нужно, что хочет от вас, да, что еще хочет от вас, девочки. Тайных отношений. Верховная жрица показывает тайные отношения. Вас хочется раскусить, да. Зачем меня кусать, да, ну, хочется ему вас раскусить. Он видит у вас какой-то потенциал, что-то, что можно, ну, какой-то вот энергообмен, да, те же знания, что-то от вас получить. Вы загадка, вы тайна, а ему это нравится, его это заводит. Что хочет еще получить? Вы как муза для него. То есть человек, глядя на вас, восхищается, девочки, Саша Аркан – звезда. Ему нравится смотреть на вас. Муза. Вот мне больше даже ничего не идет яркое. У вас куча достоинств. И все это хочется испить. Что даст мужчина? Что даст мужчина, да, вам? Императрица, осознание вашей значимости, вашего превосходства, да, неотразимости, может быть, даже не позволит вам шевелиться. Да, здесь мужчина все-таки показан с деньгами, обеспеченный, да, обеспеченный, то есть у мужчины много чего есть. Он вращается в кругах таких людей, да. Ну, вот человек такой весь. Что даст вам, девочки, по императрице, наверное, сами все помню, восхищение, любовь, значимость, покажет, что вы единственная женщина на свете. Императрица также может говорить еще, что даст – это тот же самый брак, то есть выделит вас, возможно, не факт, но тоже об этом может говорить императрица. Императрица – жена, то есть даст вот это вот ощущение единственное на планете Земля. По суду, девочки, могу сказать, что здесь воскресит вас вот эти чувства, да. Здесь есть такой вариант, что это, возможно, бывший, бывший мужчина, но такой маленький вариант, да, что это бывший. Обычный, в принципе, это новое знакомство, но намек на то, что это может быть кто-то из тех, кого вы знали раньше, тоже здесь есть. Здесь мужчина, да, вот королева чаш, король чаш, любовные отношения – это стопудов, то есть мужчина будет любовником, причем ярким, значимым, неотразимым. Он не захочет оставлять вас в покое, захочет любить, захочет постоянно вас трогать, целовать, обнимать. То есть здесь ощущение, чувство. Важны тактильность глаза в глаза. Ну, девчонки, вот не будет впускать как-то, понимаете. Не то, что даже он, вы вдвоем. Любовь любовью, да, но как-то вот тапочки все равно в рознь, новое знакомство. Но почему-то какое-то, знаете, недоверие, что ли. Вот вроде улыбки друг к другу, да, вот улыбки, но забор. И вот небольшой заборчик, по коленочку, да, заборчик. У вас гармония внутри, у него гармония внутри. Смотри, два человека вот таких цельных, не какие-то ущербыши, да. То есть мужчина к вам не ущербыш пришел, абсолютно нет, не ущербыш. Новое знакомство не ущербыш, да. И вот все равно это вот не впускание вовнутрь. Не впускание вовнутрь. В какую-то свою жизнь, девочки, что вы, что он. Такое ощущение, что защита. Если отношения из таких классных, ярких, как в книжках про романы, будут перерастать в какое-то даже давление немножко с любой стороны, сразу забор вырастает. То есть здесь человек пришел насытить вашу жизнь впечатлениями, впечатлениями, ярким сексом, приключениями, впечатлениями. Там, где, знаете, опасно, там, где вот аж поджилки трясутся. Вот для этого. Что в итоге? Что в итоге? Ну, в итоге это будет связь, но ненадолго. На довольно длительный промежуток. По звезде могу сказать, что это длительный промежуток. То есть это отношения даже будут с человеком. Но потом такое ощущение, что здесь женщина поменяет свое отношение. То есть вы, королева Пентаклии. Вы осознаете, что мужчина вот хочет просто яркости. Там будет любовь, там будут подарки, там будет все. Но не будет именно, может быть, того, что вы хотите. Да? Более приземленности какой-то, стабильности. А там будет эмоция, шкала, которая будет гореть, гореть. А потом, может быть, и не гореть. Вы поймете, что человек все равно, да, как бы то ни было, любовь, вот эта вот влюбленность какая-то, да, все равно действие по пажу ничей. Либо ничего, да, либо какая-то вероятность, да, будет еще других третьих лиц. И в итоге шестерка мичей – это уход-расход. Но связь будет грандиозная, связь будет насыщенная. То есть здесь сама судьба, сама вселенная к вам пошлет этого человека. Все, что по судьбе, девочки, от этого вы не откажетесь. То есть это будет когда-то все равно, да, либо уже у вас есть с этим человеком, да, что-то, какие-то наметки на что-то. Девочки, прекрасная, яркая связь, осознание того, что вы великолепны, вы самое лучшее, мужчина вам даст это в полной мере. Да, нисколько не обидит ни в чем, ни в чем. Денежный мужчина, денежный здесь придет, который не будет смотреть в карман, да, считать последнюю копейку. Он сделает жизнь яркой, но, к сожалению, не для семейности, скорее всего, хотя по императрице, да, какая-то вероятность-то этого есть. Ну, склонна думать, что вряд ли. Вот так.